Выпечка вызовет апатию, цитрусовый гастрит, а кофе с молоком – камни в почках. То, что завтрак – самая важная еда за день, мы с горем пополам выучили. В итоге утром мы добросовестно едим, да только не всегда то, что нужно. Дрожжи. Они способствуют выработке желудочных газов. Желудок вздувается, что, сами понимаете, не особо приятно. Поэтому на дочах любая дрожжевая выпечка – зло. Йогурт. В чем его смысл? С помощью содержащихся в нем полезных бактерий помогать перевариванию пищи, а если все эти нужные маленькие штуки попадут в организм до еды, то их просто поглотит агрессивный желудочный сок. И никакого толку не будет. То есть йогурт на дочах не то, чтобы вреден, он просто бесполезен. Его надо есть после еды и только. Кофе. Когда кофеин попадает на слизистую желудка, он начинает ее дразнить. В ответ он вырабатывает желудочный сок. И если его не подпитать другой едой, то он сердится, ведет себя агрессивно и начинает разъедать слизистую. И потому через какое-то время можно ждать гостя в виде гастрита. Кроме того, кофеин раздражает и желчный пузырь. Тот сокращается, выбрасывает порцию желчи, которая нужна для того, чтобы помогать еде перевариваться. Если переваривать ей нечего, она начинает грустно блуждать по организму без дела. Огорчу и тех, кто считает, что действие кофе может смягчить молоком. Дело в том, что вязущие вещества, которые есть в кофе и чае, связываются с белками молока и образуют почти нерастворимые соединения, которые оседают камнями в почках. Сахар. И все продукты, вроде сладости или сладких фруктов типа банана, сахар моментально усваивается организмом и раздражает поджелудочную железу. В ответ на это она начинает вырабатывать инсулин. Уровень сахара в крови мгновенно падает, из-за чего мы испытываем апатию и усталость, вместо того, чтобы быть бодрыми и полными сил. Цитрусовые. В них много кислоты, которая с энтузиазмом накидывается на слизистую желудка, потихоньку разъедая ее. Если у вас нет никаких проблем с желудком, вы не испытываете изжоги после поедания всего кислого, то моим советом можете пренебречь. А вот если есть гастрит с повышенной кислотностью желудка, язва и другие проблемы с ЖКТ, от цитрусовых и фрешей из них лучше воздержаться. Груши. Наши предки говорили, груши для организма утром яд, а вечером роза. Дело в том, что в грушах много грубой клетчатки, которые травмируют внешние слизистые органы пищеварения. Особенно опасны груши с очень плотной текстурой. В них клетчатки особенно много. Хурма. В ней полно трудно перевариваемых волокон, которые замедляют моторику желудка и кишечника. Тот случай, когда говорят, что желудок стоит. Особенно много таких волокон в сильно вязущих хурме. Чеснок. Он, а также всякие разные жгучие специи, действует по принципу кофеина, раздражая слизистый и желчный пузырь. Однако, при всех полезных свойствах чеснока для здоровья, есть его натощак все же не стоит. Холодные напитки. Они сужают сосуды желудка, из-за этого начинаются проблемы с кровообращением этого органа и весь процесс переваривания оказывается нарушенным. Пить любое холодное нельзя. Ни натощак, ни сразу после еды. Лучше через пару часов. Идеальный завтрак. Вариант номер один. Овсяная каша с молоком. Кусочками несладких фруктов и орехами. Последних 2-3 штуки, чтобы не было слишком жирно. Каша – источник медленных углеводов, которые улучшают процесс пищеварения, а сахар из таких сложных углеводов освобождается по чуть-чуть, поддерживая нужный уровень энергии несколько часов. Вариант номер два. Белки. Овощи в идеале сезонные, конечно, но зимой сойдут и замороженные. Белок из яиц, белого мяса и рыбы усваиваются полностью, дает долгое ощущение сытости и ускоряет обмен веществ. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok